Всем привет, дорогие друзья, с вами Феосфон, очередная порция болтовни по Guardian Tales. Сегодня расскажу, что у меня нового в игровом плане, к чему стремлюсь. В общем, в предыдущих видео вы, наверное, видели, что я собирал себе водную пати на рейд и уже, в принципе, могу продемонстрировать, как она себя на рейде проявила. Но сразу могу сказать, проявила она себя неплохо, особенно с учетом того, что раньше у меня третьей пати на рейд, можно сказать, и не было. То есть там была какая-то сборная солянка, которая практически не дамажила. А теперь с Гарамом, ну и всех остальных героев я тоже подкачал. Мне, правда, пока еще не хватает. То есть я сделал максимальный лимитбрейк на Эльвиру, но при этом у меня тупо опыта не хватило, чтобы просто ее докачать до максимального уровня. То есть у нее сейчас 73 из 77 возможных, и у нее уже есть лимитбрейк, но пока не хватает опыта, чтобы ее докачать. Но это на самом деле не такая прям огромная проблема. Я думаю, 2-3 дня, и необходимый опыт я соберу, ее докачаю. Другой вопрос в том, что мне еще куча других персонажей есть, кого прокачать уже в планах, и на них тоже понадобится и опыт, и с камнями тоже напряженка. Но это я вам сейчас позже расскажу, кого я в ближайшее время планирую качать, чтобы укрепить свои другие пати на рейда, там, заменить каких-то героев. Я бы уже заменил, допустим, у меня уже есть Габриэль, но пока что нет ресурсов, чтобы ее качнуть, а так ее можно было бы уже добавить в мою пати света. Но что касается пати воды, вот смотрите. В целом урон уже неплохой. 4 миллиона 700 тысяч нанес по этому слизню. И я тут уже себе после того, как бил этого слизня, крутанул лук Гарама, выпал максимальный урон навыком, ну и в целом ДПС повысился, так что, думаю, в следующий раз жахну еще больше по рейду. Единственный недостаток этой пати — это неполная цепь. То есть, ну, смотрите, здесь, конечно, можно было бы сделать полную цепь, просто здесь два героя начинают свою атаку с раненой. Если кого-то из них поставить первым, то можно было бы сделать полную цепь, допустим, вот так, или, допустим, вот так, но в этом нет смысла, потому что ты в любом случае теряешь ДПС, если у тебя Гарам идет не главным героем. Поэтому начинать нужно в любом случае с него, а если вы начинаете с него, то у вас при данных героях не получается полной цепи. Но, тем не менее, эта пати даже при неполной цепи наносит офигенный ДПС, и ее... Ну, конечно, можно было бы, я в планах хотел бы ее еще улучшить. То есть, я, допустим, вместо Рэйчел хотел бы добавить сюда... А, ну, я что круче, у меня этого героя нету. Я бы добавил сюда Веронику, а пушку с Рэйчел передал бы на Эльвиру. И тогда и цепь была бы полная, и в целом дамаг бы повысился. Ну, это такие, знаете, планы на будущее, и неизвестно, когда они осуществятся. У меня и на сейчас давала планов. Например, мне нужно прокачать тут же Габриэль. У меня еще не хватает камней, чтобы качнуть Грэмари для пати Земли. Ну, давайте вот, как бы, знаете, обо всем по порядку. Моя вторая пати — это пати Света. И я бы сюда, конечно, хотел бы добавить Ангелочка вместо Принцессы, но, как видите, она пока что первого уровня, и я даже еще Эльвиру не могу докачать. То есть докачаю Эльвиру, потом уже в планах у меня прокачка Энджи. Ну, а пока что бью вот такой вот пати с Принцессой. Ну, Принцесса хотя бы, знаете, хотя бы она у меня максимальный лимитбрейк, и она имеет приятный стан по боссу, так что пока это не такая проблема, но хотелось бы ее заменить на Ангела, чтобы повысить свой ДПС. Да и вообще, в целом, Энджи надо качать, потому что она, знаете, многие думают, что это саппорт, и что это такой, знаете, типа саппорт и герой, который подходит только в пати Света. На самом деле, Энджи — это один из самых топовых ДПСов в игре, и, в принципе, топовые пати сейчас на рейдбосса делаются именно с Ангелочком, там, корейцы под 10 лямов. Бьют пати наподобие вот такое. Это, наверное, сейчас, знаете, самая топовая по ДПСу пати на рейдбосса, и у нас в гильдии я встречал более дешевый аналог с Грэмори, вот такой, но тоже неплохо дамажащий. И это, наверное, то, к чему я для себя стремлюсь, но пока что, как видите, играем с тем, что есть. В ближайших планах, докачая Эльвиру, качну Энджи, тоже ее добавлю в пати Света вместо Принцессы, но в будущем каталось бы, конечно, именно ДПСующую пати дальников с Энджи, с Нари, но у меня и Нари нету, и еще куча планов по прокачке других героев. Ну и, наконец, моя последняя пати, пати земли. Здесь у меня, как видите, есть ряд трудностей. Ну, во-первых, Аоба. Аобу я в ближайшее время планирую заменить на Грэмори, но, опять же, я пока что не могу докачать Грэмори по камням, чтобы она могла полноценно заехать в пати. Во-вторых, у меня сейчас Хиката. Если вы помните, раньше я в пати земли использовал Ру. У меня Ру прокачана на 5 звезд, но у меня Ру была в тренировочной комнате. Сейчас я ее заменил на Гарамы. Это окупилось. Конечно, пати земли при этом по урону просела, но все равно наносит более, ну, такой достойный дамаг. Но в ближайшем будущем я планирую, конечно же, восстановить Ру. И когда у меня будет и Ру, и Грэмори, дамаг к этой пати значительно повысится. Ну и к тому же я сейчас, когда у меня была пати в Колизее, завязанная на Ру, и теперь в Колизее я тоже больше не в топ-100, но, по крайней мере, уверенно набираю 1500 очков и даже там 1600 кубков с лишним. Так что сильно как бы не плачу. Да и в принципе, я думаю, даже если бы у меня сейчас была моя предыдущая пати с начала сезона Колизеи, я бы вряд ли уже в топ-100 попадал, потому что там сейчас в почете рыцарь из будущего. Еще такая вот ситуация, друзья. Я своей пати земли всегда бью зверя тень, потому что, ну, смотрите, у нас в этом рейде такая ситуация. Я даже, наверное, скриншот вставлю. Я делал специальную картинку, когда делал статью по обнове, где показывал стихии всех боссов. Но у нас сейчас такая ситуация, что в этом рейде нету босса света и нету босса воды. Соответственно, если у вас пати профильная по стихии базы или земли, у вас нету рейда, по которому вы будете наносить повышенный дамаг. И я всех игроков гильдии, которые этими пати играют, призываю бить пати базы и пати земли. Ну и, конечно же, пати огня, зверя тень. Потому что, ну, потому что, да, конечно, он там не самый удобный. И было бы, может быть, где-то приятнее там ударить демона или еще кого-то и нанести больше урона. Но если не сливать свои непрофильные пати на зверя тень, то он будет слишком долго стоять. Вот даже сейчас, да, такая ситуация. Все остальные убиты, а у него еще треть хп осталось. И тут мы попадаем в такую ситуацию, что если зверь тень будет стоять слишком долго, то те игроки, у которых, ну, допустим, пати воды, да, то есть пати воды от этого босса будет получать повышенный дамаг и будет наносить меньше урона, им в любом случае придется бить этого босса, пати воды, если он будет стоять слишком долго. На этом, соответственно, гильдия теряет свой урон. Во-вторых, ну, у нас, конечно, там еще не супер гильдия, у нас не все мордовороты и есть у игроков какие-то слабые пати, которые, ну, вот просто они не живут на этом зверя тени. То есть они умирают, и они могли бы куда больше пользы гильдии принести, если бы они могли ударить этой слабо живущей пати какого-то другого босса, ну, хоть какой-то урон нанести, а не погибнуть там буквально на первых минутах от этого босса. Ну, вот такая вот еще ситуация. Соответственно, поэтому я и сам всегда пати земли бью этого босса, и остальных призываю, если у них пати, которые... Ну, или, допустим, вот у меня, предположим, пати света, да, но демона уже убили. Я, соответственно, буду бить этой пати света зверя тень, а не какого-то другого босса, хотя там буду знать, что я нанесу больше урона. Но если у меня пати стихийная, профильная, то я, конечно, предпочитаю ударить босса под стихию своей пати. Но в остальном всех призываю как бы бить тень, и я даже, может быть, где-то и пати света буду бить тень, потому что, мне кажется, у меня там урон не так, чтобы прям сильно просяет, но в целом для гильдии это будет выгоднее. Или, вот, допустим, пати воды. Ну, пати воды я, конечно, на него не полезу. Вот у меня сегодня была такая ситуация. Я захожу, я вижу, что здесь 400к, но, понятное дело, я не буду бить свои очень хорошо прокаченные пати 400к. Я знаю, что в гильдии есть игроки, которые наносят там, ну, с какой-то определенной своей слабо прокаченной пати до ляма урона, и они бы хорошо добили этого босса. При этом гильдия не слишком много потеряла бы. Но, конечно, звери тень я уже пати воды не пошел. Ну, ударил демона, там, под 4 ляма нанес. Ну, все равно, ладно, нормально. А знаете, что не нормально, друзья? Так это этот сезон рейд босса. У меня очень тяжелая ситуация в этот раз, потому что, смотрите, когда закончился предыдущий сезон рейда, у меня из гильдии вышло 6 человек. Это очень довола, это очень тяжело восстанавливать. Причем, ну, как бы, у нас нормальная атмосфера в гильдии, то есть у нас в чате никто не срется, не то, что там какой-то скандал, интрига или еще что-то. Вот просто кто-то игру бросил. Кого-то позвали, сманили в гильдию повыше уровнем. Кто-то... У нас там один парень писал, то есть он, наоборот, ушел в гильдию слабже, просто они с друзьями какую-то свою гильдию создали, с теми, с кем они общались в Дискорде, и теперь они там свою, в общем, гильдию будут мутить, и он пошел, типа, помочь другу, чтобы у них там хороший ДПС был и так далее. Вот, в общем, такая вот ситуация, но сразу 6 человек, это тяжело, потому что, ну, как обычно у нас там проходил рейдбосс. Допустим, прошел рейдбосс, он закончился, и вот этот период, когда один рейдбосс закончился, а другой еще не начался, вот это момент, когда игроки ходят между гильдиями. И, ну, в этот период обычно, ну, там, один-два человека максимум там могли сами выйти, и ты еще там смотрел в самом низу, кто по урону мало наносит дамаги, может быть, одного-двух человек переводил в академку и искал на их место новых игроков, но обычно сначала искал, потом переводил, если находил замену получше. Здесь у нас ситуация другая, смотрите, сразу 6 человек выходит, причем, ну, не самых плохих, там кто-то там, может быть, там топ-седьмое место и так далее. Соответственно, на их место сразу 6 человек, вот как бы 2-3 человека за рейд найти хорошего качества, это да, это можно, но сразу 6 человек не получится, прямо вот таких топовых игроков. Поэтому мне приходилось брать в этот рейд игроков послабже, чем я обычно набираю, то есть снижать требования по набору, по урону в гильдию. Мы, конечно, там и некоторых игроков, действительно прямо, скажем так, не дотягивающих до уровня гильдии брали, но, соответственно, смотрели по пачкам, что там есть неплохой задел по героям, советовали, как этот урон выправить, но все равно все это означает для нашей гильдии, что в этот рейд мы значительно просядем, ну, как бы это уже видно, и плюс к тому уже, ну, ладно, я нашел 6 игроков, даже пару игроков неплохих, там под 70 миллионов урона за прошлый рейд нашел, но тут получилась такая ситуация, что рейд уже начался, и я захожу в первый день рейда и вижу в чате такое сообщение, что, типа, друзья, извините, такая ситуация, у меня сейчас свой рейд по курсовой, так что я вынужден вас покинуть, и у меня один человек уже выходит, когда начался рейд, вот, понимаете, если можно найти игроков в межсезонье, они, как бы, ходят между гильдиями, то, когда рейд уже начался, найти хорошего игрока не получится, потому что все хорошие игроки, они вступают в гильдию до того, как рейд начался, ну, ладно, я кого-то там все равно нашел более-менее паренька на замену, ну, конечно, с таким, знаете, ну, просто чтобы не терять ДПС, проходит 2 дня, я смотрю, первый день проходит, один игрок из гильдии у меня абсолютно не бьет рейда, я ему пишу, там, в Дискорд, писал в течение этого дня, что там уже, как бы, под вечер, что парень, обратите внимание, у нас там рейд начался, ну, на второй день, смотрю, да, он не побил рейда, еще там есть, как бы, мысли, что может очухается, просто не заметил, что рейд начался, но нет, он, как бы, и на второй день не бьет рейда, и я его, соответственно, кикаю, и потом уже на третий день он мне присылает в Дискорд сообщение, что, мол, типа, извини, я сейчас куда-то уехал, в разъезде, в делах, так что можете спокойно меня кикать, и я в игру сейчас заходить не буду, я такой, ну, как бы, про себя, ну, я как бы уже, но все равно, вот такая вот сейчас прямо все навалилось, очень тяжелая ситуация, поэтому с топом, ну, я, как бы, понимаете, я не то, что, я, в принципе, не парюсь так сильно по поводу рейдбосса и топа, но другие парятся, там, о, что у вас с гильдии, что-то VR в этот раз прям пипец как просеяли, поэтому я в этом видео должен рассказать для всех, кому, кто интересуется, вот почему у нас такая ситуация. В этот раз у нас, даже, знаете, у нас предыдущий раз, у нас же четыре гильдии в Альянсе, VR, VR Rush, VR Elicorns и VR2, и у нас наша гильдия VR Rush, так, предмет гордости, они прямо очень жестко поднялись по рейду, и в прошлый раз они даже, нам, можно сказать, наступали на пятки. Может быть, они даже в этот сезон рейдбосса нас обгонят, ну, не знаю, можно ради интереса посмотреть, но, в целом, я, ребята, вот к чему, что у нас четыре гильдии, все в топ-100, поэтому призываю, я оставлю ссылку на наш Дискорд в описании, нам нужны хорошие игроки, если, тем более, мое видео кому-то поможет поднять ваш урон, ваш ДПС на рейде, то призываю, вступайте, нам вот прямо сейчас игроки нужны. Ну, вот они на 31 месте сейчас, VR Rush, ну, может быть, они сейчас там как раз добьют эту тень и начнут еще там, как бы резко подниматься вверх, но, в целом, у меня прямо было такое стойкое ощущение, потому что они в прошлый рейд прямо мне так очень сильно нас преследовали, а в этот рейд, когда у меня сразу отвалилось шесть человек, потом еще один вышел, потом еще один, как бы, забросил игру, у меня прямо было стойкое ощущение, что они в этот рейд нас перегонят, но я вот что хочу еще сказать, у нас как бы нету такой ситуации, кто-то мог бы сказать, а что, ты бы просто взял шесть игроков со своих академок, как бы, и восстановил бы это, нормальное положение основной гильдии, но у нас такого нету, то есть, я за здоровую конкуренцию, я этого уже в куче других игр насмотрелся, то есть, допустим, даже вот в той же самой, если кто помнит, мои старые видео, которые я снимал по Lords Mobile, там была такая ситуация, что, там, причем, постоянно такие ситуации случались, что академки в итоге начинали ненавидеть основную гильдию и даже часто начинали воевать, чисто потому, что происходила такая ситуация, что они там говорят, вы у нас выкачиваете соки, вы забираете самых наших лучших игроков, в итоге не даете защиты и так далее, ну, с этого начинались какие-то нападки, ненависть, у нас такого нету, то есть, понимаете, я никогда не буду писать в личку какому-то игроку из своих академок, чтобы он перешел в мою гильдию, даже если я знаю, что у него хороший урон, то есть, есть такое, что игроки приходят ко мне в гильдию из академок, но это их личное решение, они сами мне написали, спросили, приму я их, не приму, то есть, в таком случае, да, потому что зачастую, если я скажу, что нет, то человек все равно, он хочет расти, он тогда пойдет в какую-то другую гильдию, только уже вне альянса, я наоборот, за то, чтобы в академках оставались сильные игроки, чтобы они продолжали расти, чтобы у них оставался, знаете, такой как бы и потенциал, и моральный настрой расти, а не было такого, вот, все равно лучшие игроки уйдут в основу, какой смысл тогда вообще искать игроков или что-нибудь в этом роде, я, то есть, наоборот, я никогда никому не буду писать, переманивать, я хочу, чтобы наши гильдии конкурировали друг с другом, росли, и чтобы это было такое, знаете, и партнерство, и дружеское соревнование между гильдией, поэтому призываю, если что, вступайте, вот, кстати, сейчас еще одну пачку вам на рейд подскажу, потому что многие могут смотреть и как бы от меня скакать, на самом деле на рейд вариации целая куча, у меня есть по этому поводу отдельное видео, сейчас где-нибудь здесь всплывающая подсказка выплывет, просто я играю от тех героев, которые мне выпадали, и которые неплохо для рейда подходят, кто-то может, допустим, от той же пати тьмы сыграть, есть очень неплохие вариации, вот, например, недавно скриншотик делал, два игрока из гильдии, у нас буквально один за другим били, практически одинаковые пати, с уроном 4 миллиона с лишним, как вы вот на вооружение можете брать, причем надо понимать, что в игре куча вариаций, то есть если у вас не хватает каких-то этих героев, можно где-то что-то заменять, можно, наверное, взять ту же самую, как вариант Юджин, дать ей в руки Тартар, и, опять же, это будет и баф к урону, и неплохой дамаг, и, опять же, этот Тартар гораздо проще прокачать до максимального лимитбрейка, чем именное оружие Юджин, в общем, тут главное смотреть еще по цепи, чтобы подходило, но, в целом, вариаций целая куча, ребят, главное, примерно представлять, какие герои для рейдбосса подходят, а какие нет, для этого у меня есть отдельное видео, всплывашка сверху справа, если что, сходите, посмотрите, ну, а я на этом, пожалуй, закончу, в общем, вот такие вот у нас дела сейчас в игре, тяжелая ситуация на рейдбоссе, и нам нужны сильные игроки, нам нужен каждый из вас, ссылку на наш альянс из четырех гильдий, я оставлю в описании, в общем, если даже, как бы, у вас требования не подходят для моей гильдии, то, может быть, вы станете хорошим игроком для кого-то из наших академок, у меня на этом все, с вами был 111, спасибо за внимание, друзья, и до новых встреч! Протестующие против рейдов